Небольшой дисклеймер. Относитесь к этому видео несерьезно, потому что это один большой сарказм, как и самоделка. То есть, она сделана нарочито ужасно. Итак, встречайте самоделку, сарказм, Буко, повелитель радуги и простых конструкций. Давайте же посмотрим на то сарказма радуги и простых конструкций. Буко имеет мощное оружие, фиолетовый коготь, которым он может чесать в носу то, что их очень сильно смешит и они умирают. Так что это очень опасное и серьезное оружие. Также не стоит недооценивать грабли-ступни Буки, потому что он может скользить по льду и также перебираться по воде. А если он кого-то шибанет, допустим, в зад, то ему не поздоровится. Буко очень опасен. А это невидимая рука. Да, она полностью выполнена из техника и она 2 метра длиной. Вот только она невидимая. Буко об этом это скрывает и может убить любого тоа с первого удара. Это же тоа сарказма, фг, радужки и простых конструкций. Кстати, да. Это Бука 2.0. Первый Бука был у меня давным-давно в группе и может быть кто-то его еще помнит. Подождите, я забыл показать супер-мощную броню Буко. Как видите, она у нас убирает почти все дырки. Остается только маленькая-маленькая дырочка размером с атомную бомбу. Вот. А так, в принципе, ничего страшного. Его огромную крутую защиту не пробьет ни один титан века. Даже самоделки Пила Пашенцева. Не думайте, что Бука и фабрика героевский герой, тавтология, извиняюсь. Потому что, ну да, он носит маску Фурна, но он убил Фурна и снял с него маску. Так что не надо недооценивать столь опасного противника. На этом я с вами попрощаюсь. Если вы в меру адекватны, вы поймете это видео и поставите лайк. А если вы не поняли юмора, то можете обратиться в ВКонтакте. Я вам там все объясню. С вами был Лего Стайл номер один и офигенный Бука. Всем пока. До скорых встреч.